всем привет с вами как всегда матакаши разобрался я почему у меня такое так сказать волнообразная работа мотор было троение так скажем съездил я к мальчишке хотел сам прошить не получилось не хотел машину делать кирпичом думаю поглубже буду изучать эту тему в плане диагностики и прошивки и суть была в том что блок у меня двухлитровый голова два с половиной этому соответствует даже форсунки зеленого цвета то есть дмрв у меня двухлитрового стоит потому что она как бы билась по артикулу по артикулу блока именно то есть на 2 литра я уже знал что мне двухлитровый но не знал вот этих мелочей и нюансов как вы уже видите я думаю уже понимаете что я сейчас делал первое замена клапанной крышки замена катушек и я не вижу этого пациента а вот он ну и замена конечно же ванны ванны уже выработаны как можно посмотреть он стучит просто неудобно неудобно показывать так вот суть была в чем машину сейчас перепрошили прошивку залили от двухлитрового волнообразность немного убралась машина стала более постабильнее но в нп выдавала слишком большие углы на валах что показала фотографии у меня нету я не знаю наверное даже прикладывать не буду но угол впускного вала был более чем 10 градусов то есть если сейчас мы смотрим сейчас я уже все выставил то есть планки стоят ровно на точнее планка все как годится от руки ставил на глаз так вот здесь и здесь вот в этом месте вал был повернут по часовой стрелке и расстояние между вот этим углом крайним и планки был где-то в районе в полу сантиметра то есть но градусов 10 может быть 15 вот почему она так и работала сейчас же заменил ванас мне дали спасибо мурату заменил точнее заменил заменил ванас поставил все по меткам коленчатый вал упор на маховике и выставил сам ванас ванас выставлял по дису потому что у нас тут пошел спор в каком положении он должен стоять в крайнем левом либо в крайнем правом то есть как ходит все остальное но по дису написано так выжимается этот натяжитель с этой стороны ставится шплинт ослабляется 4 болта торкса здесь три гайки здесь поворачивается она по часовой стрелке до упора накидывается первым зубом ванас и поворачивается против часовой стрелке пока ванас не дойдет до упора шпильки примерно стоят в ровень с проточки когда я без шайб ставил ну тестировал и смотрел как что и куда почему и возник спор что они должны вроде бы в одном положении быть то есть в крайнем левом то есть к проточке шпилька должна с левой стороны максимально подходить но в 10 этого не написано так что стал делать по дису сейчас уже прокрутил коленчатый вал грубо говоря на полный рабочий ход то сейчас выставил опять по в мт первого цилиндра планки все совпали все везде совпало все сейчас буду дособирать заводить и будем уже смотреть также решится проблема заметил что потопила катушки новые маслом залила не уйти в масле не знаю посмотрим у меня есть конечно две запасные как не 3 попробую поменять может быть либо эти очищу и поставлю если уж пробьет то ладно в энпер как говорится работа цилиндров видно теперь вот так что как-то вот так топливная карта и и прошивку меня было с двух с половиной литров и на двух литровом блоке она ее просто заливала почему она и на высоких оборотах работала ну топила вообще мама не горюй так что как-то вот так теперь я в этой теме конечно разобрался очень сильно так что в случае чего пишите ссылочки будут в описании также есть драйв youtube канал тоже присоединяйтесь подписывайтесь вместе разберемся как говорится одна голова хорошо но она кипит очень быстро от столь большой информации а так с вами был матакаши мой выходной день опять сервисе но надеюсь я сейчас буду на колесах так что всем удачной дороге и пока